7 миллионов рублей перечислили российские вузы пострадавшим от наводнения жителям Кубани. Наряду с финансовой поддержкой в учебных заведениях был организован сбор гуманитарной помощи. Из числа студентов создавались и отряды волонтеров, которые помогали в ликвидации последствий стихии. В их числе были члены экологического отряда ЭКОС из Воложского политехнического института. На днях ребята вернулись из Крымского района Краснодарского края, а сегодня с ними встретился спикер городской думы и наш корреспондент Ольга Макарова. В станицу Нижнебаканская, которая попала под сильнейший удар стихии, волонтеры прибыли 18 июля. В результате наводнения жители полностью оказались без питьевой воды. Водопровода в станице нет, только колодцы, которые оказались заполнены грязью и илом. Нам была поставлена задача очистка колодцев питьевой воды, и я думаю, мы в полной мере справились со своей задачей. За три дня ребята должны были расчистить 25 колодцев, однако справились с заданием волжани на сутки раньше. Работа, рассказывают студенты, была не только сложной, но и опасной. Задача довольно-таки сложная. В принципе, если как бы вовремя не включить помпу или вовремя не вытащить человека, его можно затопить, который сидит в колодце. Поэтому я построил отряд и спросил, говорю, кто, ребята, можете отказаться. Выйти из строя, кто отказывается. Ни один человек не вышел из строя, сказал, Александр Ильич, мы сюда приехали помочь, и мы свою задачу выполним полностью. В управлении МЧС отметили и хорошее оснащение экологического отряда. Наши ребята прибыли, имея при себе необходимую технику, палатки, полевую кухню и даже мобильную электростанцию. И этим разительно отличались от других волонтеров. Туда они тоже взяли больше, правда, технические средства. Это помпы для откачки воды, тремеры для выкачивания бензопилы, потому что там много деревьев было повалено, электрогенератор, чтобы быть полностью на собственном энергообеспечении. О работе в зоне ЧС политеховцы рассказывали на встрече со спикером Гордумы Евгением Пыльневым. Он поблагодарил ребят за самоотверженный труд, активную жизненную позицию и вручил им благодарственные письма. Молодцы ребята, что по первому зову, по первому кличу пошли, собрались вместе с руководителем оказать помощь тем людям, невзирая, что они из другого региона, помочь и как-то вытащить с той беды, в которую они попали. Кстати, благодарность волжане получили и от властей станицы Нижнебаканской. А для самих ребят главной наградой стали улыбки людей, которым они помогли. Ольга Макарова, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба.